Прожив уже вот сейчас 17 лет в законном браке, я поняла, что мои чувства растут вообще просто с каждым днем. Это даже не с геометрической прогрессией, а гораздо сильнее. И то, что было во время свадьбы, это, ну так, розовые очки. Уважаемые родители, уважаемые гости, все, кто присутствует на церемонии бракозачитания, я представляю вам новую молодую семью Валковых, Марию и Константина. Папа и мама — это как дополнение друг к другу. Папа очень строгий, справедливый. Он обычно немногословный, но мама его полностью чувствует, и она все это понимает. Иногда удивляет, как через такое большое время можно пронести такую любовь, потому что что там и что здесь — это немного разное. Сейчас это еще больше, еще сильнее любовь. И на ней писать словами. Меня пригласили подружки, на самом деле, в общежитие, на дискотеку. Мне было 18 лет, совсем молодая и такая вся, готовая ко всяким приключениям. В общем, вот так мы и познакомились. Ну вот, по-честному, я когда его увидела в первый раз, я подумала, он такой высокий, такой какой-то… Ну, мне показалось не очень складный, что ли, длинный, худой, такой какой-то… Непонятный, в общем. Хорошо, что до Армии не видел. На самом деле, настоящие чувства, они приходят с осознанием определенных моментов в жизни, которые случаются. С моей стороны, чувства пришли не сразу. Мы дружили, мы перезванивались. Примерно через месяц-два я поняла, что это человек, который мне интересен, мне нравится. Примерно через полгода я поняла, что я без него не могу. После свадьбы мы сразу уехали на съемную квартиру. Я утром встала, я поняла, что вот до этого, мне казалось, вот этот праздник, это свадьба, это так весело, это классно, у меня новая жизнь начнется, я наконец-то вырвусь от родителей. И, когда я утром проснулась и поняла, что у меня родителей рядом нету, что теперь у меня какая-то новая жизнь началась, у нас уже праздник где-то закончился, как будто бы, и вот с этого дня началась новая жизнь, где вот я в ней уже сама себе хозяйка, где я ответственная за другого человека, мне почему-то стало страшно. И жизнь изменилась вот просто кардинально. Я, честно говоря, я не очень была готова к такой перемене, резко. Ну, это как две краски смешать разного цвета, они постепенно начинают сливаться воедино, и рождается новый цвет, вот, и этот цвет, он достаточно яркий. Я просто, я просто не представляю себе дня прожить, вот, в принципе, своего счастья, человеком. Как любовь и писать, я не знаю. Любовь это, когда ты дышишь этим человеком, когда ты для него готов горы свернуть, когда ты понимаешь, что все, что ты делаешь для этого человека, это касается не обязательно каких-то материальных ценностей, далеко нет. Материальные ценности – это все чешуя и, как бы, так, дёртка. На самом деле, чувства, чувства, когда ты выражаешь свои чувства человеку, когда ты видишь отдачу этих чувств, вот, тогда ты готов для человека сделать все. Материальные ценности – это все чешуя и, как бы, так, дёртка. Материальные ценности – это все чешуя и, как бы, так, дёртка. Материальные ценности – это все чешуя и, как бы, так, дёртка. Материальные ценности – это все чешуя и, как бы, так, дёртка. Материальные ценности – это все чешуя и, как бы, так, дёртка.